Нарыч это крупная деревня Мядельского района Минской области Беларуси. До 1964 года данная деревня называлась Кобыльник. Важно также, что деревня Нарыч и расположенный неподалеку курортный поселок Нарыч это не одно и то же самое. Курортный поселок Нарыч расположен прямо на берегу одноименного озера. Основан он был в советское время и состоит в основном из санаториев и домов отдыха. А вот деревня Нарыч расположена в 5 километрах севернее озера Нарыч и является древним населенным пунктом, который впервые упоминается в 1453 году. В этом материале речь пойдет именно о деревне Нарыч, а не о курортном поселке и не о знаменитом озере. Итак, основной достопримечательностью деревни Нарыч является костел святого апостола Андрея. Этот монументальный храм, построенный в неоготическом стиле в 1901 году, является одной из самых ярких достопримечательностей всего Нарычанского края. Костел в деревне Нарыч построен из красного кирпича на месте, где начиная с 18 века располагался старинный деревянный костел. Внешний вид данного храма отличается определенной простотой и сдержанностью архитектурных решений. Тем не менее, главный фасад костела в деревне Нарыч выполнен в весьма необычном стиле. Его самым заметным элементом являются четыре остроконечные башенки. Аналогичных храмов в Беларуси можно найти буквально несколько. Таким образом, при всей своей простоте, внешний вид храма является очень запоминающимся. Несколько слов об истории костела в деревне Нарыч. Итак, построенный в начале 20 века, он естественно продолжал благополучно функционировать в межвоенное время, так как деревня Нарыч тогда входила в состав Польши. Затем, в 50-х годах 20 века, храм остался без священника. Предпринимались также попытки его полностью закрыть. Однако, в здании костела в деревне Нарыч так и не удалось организовать склад или что-то подобное. Прихожане смогли отстоять здание храма, где впоследствии долгое время собирались на молитвы самостоятельно. В конце 20 века костел в деревне Нарыч восстановил свое полноценное функционирование в качестве храма. На сегодняшний день этот костел находится в отличном состоянии и, очевидно, является важным архитектурным памятником начала 20 века. Рядом с костелом в деревне Нарыч расположена деревянная колокольня 18 века, сохранившаяся еще со времен предыдущего деревянного храма. Эта колокольня многократно восстанавливалась и реставрировалась. Тем не менее, она все же является важным памятником деревянного зодчества 18 века. Кроме того, прекрасно благоустроенная территория возле костела обнесена оградой из натурального камня. На этой территории можно встретить несколько примечательных скульптурных композиций и красивые цветники. И еще одной важной достопримечательностью деревни Нарыч является церковь святого Ильи. Точных данных о дате строительства этой церкви, к сожалению, не имеется. В различных источниках можно встретить разные даты возведения этого небольшого храма, начиная с 1850 года и заканчивая 1881 годом. Церковь в деревне Нарыч построена из натурального камня, что придает ее внешнему виду определенную суровость. Территория вокруг церкви окружена старинной каменной оградой, отлично сочетающейся с самим храмом. Упомянем важнейшее событие в истории церкви в деревне Нарыч. Итак, в конце Первой мировой войны в этом храме случился пожар. Восстановили здание церкви и ее полноценную работу только к 1925 году. Затем, в 1962 году, храм в деревне Нарыч закрыли советские власти. После этого в здание церкви организовали склад. Однако уже в 1988 году храм был возвращен верующим и вскоре отлично отреставрирован. На сегодняшний день церковь в деревне Нарыч находится в хорошем состоянии и является архитектурным памятником второй половины 19 века и интересной достопримечательностью Беларуси. Нужно также отметить, что в деревне Нарыч достаточно неплохо развита базовая и туристическая инфраструктура. Да и вся деревня в целом выглядит очень хорошо. Туристы здесь бывают достаточно часто и в большом количестве. Конечно, это связано в первую очередь с тем, что совсем недалеко на озере Нарыч постоянно имеется множество отдыхающих, которые регулярно заезжают также и в соседнюю деревню Нарыч. При этом в этой деревне, кроме архитектурных достопримечательностей, туристы могут найти множество магазинов различного профиля. Эти магазины образуют в деревне Нарыч целый квартал. Также туристы могут найти и другие необходимые им инфраструктурные объекты. И эти в наших странах мест muffin't layотые. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok